Приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня пеку всем известный пирог Зебра. Правда, с небольшими дополнениями. Он у меня будет апельсиновый. Классическое сочетание шоколада и апельсина вряд ли кого-то оставит равнодушным. К тому же, пирог делается очень просто и быстро, без взбивания. Достаточно все размешать и отправить в духовку. А список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием видео. Беру апельсин небольшого размера, мою, разрезаю на части, удаляю косточки, складываю в стакан для погружного блендера и измельчаю. Степень измельчения на ваше усмотрение. Я делаю так, чтобы оставались совсем небольшие кусочки. Для теста к яйцам добавляю сахар, соль, немного ванильного сахара и хорошенько размешиваю до появления легкой пены. Затем вливаю сюда рафинированное подсолнечное масло и кладу сметану. Можно заменить густым кефиром. Отмечу, что желательно все продукты брать комнатной температуры. Сюда же отправляю апельсиновую массу и хорошенько размешиваю. Далее высыпаю муку с уже добавленным разрыхлителем. Размешиваю. При помощи весов тесто делю ровно на две части. В одну из них добавляю порошок какао, а в другую столько же муки. И размешиваю каждую часть. Далее форму диаметром 24 сантиметра я смазала растительным маслом и выкладываю примерно по две столовые ложки каждого теста, чередуя цвета. Разравниваю, но делаю это аккуратно, чтобы слои не перемешались. Друзья, на моем канале уже есть рецепт классической зебры, которая сделана без духовки, на плите. Отличный вариант, например, для дачи. Смотрите на моем канале и другие рецепты не менее простой выпечки, которая делается как в духовке, так и без нее. Далее при помощи деревянной шпажки провожу полоски на всю глубину, сначала от центра пирога, а между ними наоборот к центру. Далее отправляю пирог в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40-45, а вы ориентируйтесь по своей духовке, проверяя на готовность деревянной палочкой. Готовому пирогу нужно дать немного остыть и можно подавать к столу. Он получается невероятно ароматным, с насыщенным вкусом шоколада и апельсина. Посмотрите, насколько он нежный и мягкий. Структура у него рассыпчатая и слегка влажная. Ну и в моем случае еще попадаются небольшие кусочки апельсина. Кстати, апельсин вполне можно заменить лимоном, будет также очень вкусно. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть, смотрите и другие мои рецепты. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!